дорогие друзья если вам не интересно смотреть этот ролик целиком смотреть наши рассуждения вы хотите знать к результат то просто поставьте лайк и возвращайтесь на этот канал через пару дней там вы увидите все по сути как отражают себя эти коньяки по вкусу и аромату но мы приветствуем вас на канале не детские забавы гамар джоби и сегодня наконец-то любимые мною коньяки и регион где они произведены это грузия и так господа да сегодня наконец-то у нас получается какой третий третий полуфинал по выбору самого лучшего молодого коньяка из наиболее популярных и сегодня у нас грузия да господа грузия в грузии производят очень известные достойные коньяки она славится своими коньяками и я думаю для всех грузин это так сказать национальная гордость с какой-то стороны конечно то есть грузинский коньяк это определенный эталон качества даже ну когда он как наравне и с армянским то есть когда говорят грузинский коньяк ты уже думаешь вау прикольно то есть в этом плане и конечно сами грузины когда опять-таки их спрашивают о национальном напитке там допустим естественно они скажут это коньяк ну и чачи конечно тоже но коньяк и так какие же коньяки попали сегодня к нам на обзор так сказать на эту коньячную битву это безусловно самый считающийся известным из грузинских коньяков это саржишвили самый можно сказать древний в грузии его основал человек и пароход очень такой так скажем разносторонний предприимчивый разносторонний можно сказать что это тони старк своего времени меценат филантроп очень крупный так скажем деятель во всех сферах жизни очень известный человек грузии давид саржишвили если вкратце рассказать об этом человеке то начнем с того что он единственный ребенок в семье в очень богатой семье можно сказать что это очень обеспечен так как они были довольно прогрессивные они не стали после того как он окончил так скажем лицей оставлять его в грузии или в российской империи отправили его на дальнейшее обучение в европу в европе этот молодой человек так скажем распробовал различные крепкие алкогольные напитки раскрыл так сказать свой потенциал и узнал из чего производят во франции такой напиток как коньяк задумался почему бы в грузии не производить тоже коньяки так как грузия вообще в мире это считается та страна в которой больше всего видов различных винограда виноградной лозы то есть нигде в другой стране не встречается так много сортов винограда как грузии и так как этот человек был достаточно амбициозен и на удачу на предприимчив он в то же время учился на химика и решил так сказать пробить почву стал знакомиться с людьми которые занимались коньячными делами в этой своей так сказать сфере он даже познакомился и впоследствии очень хорошо общался с таким человеком по фамилии камю который сейчас входит в большую пятерку так скажем коньяков мира вот и он от него тоже почерпнул много информации дело в том что для производства коньяка нужно использовать непосредственно кислый виноград поинтересовался у людей ему сказали да в принципе у нас есть такие сорта не те же самые как произрастают во франции во франции да но тем не менее по своему составу характеристикам очень приближенные он подумал почему нет почему мне не производить коньяк и занялся этим делом в 1884 году он построил то есть винный завод и уже в 88 если не ошибаюсь он запустил первые первое производство коньяков в грузии отправлял даже также во францию на какие-то конкурсы и подписывал коньяк причем брал медали тоже безуспешно отправлял вот именно завоевывал определенные то есть звание для своего коньяка что интересно почему французы не запрещали ему называть свой напиток коньяком ну всегда было принято так что коньяк это французское достояние что он производится но вот именно в те моменты на законодательном уровне это не было никак закреплено и поэтому в принципе никто не запрещал да он мог это сделать всегда это был действительно грузинский коньяк впоследствии уже французы так сказать уже внесли поправки в законодательство в какие-то вот эти вопросы и сейчас что интересно если взять бутылочку сражешвили для так скажем рынков снг в основном производится коньяки со звездочками а допустим для европы там для других стран до производится с европейской уже там с европейскими аббревиатурами в с в с у п там xo для них соответственно он да там допустим сражешвили в с у п то есть принципе человек приходит в магазин видит ага коньячная бутылка в с у п приз на подсознание он уже понимает что это коньяк но нигде это не обозначено то есть и также нигде не обозначено что это бренди там че просто крепкий так скажем алкоголь наградный напиток вот но тем не менее вот такие вот такой ход маркетологи современные придумали но сражешвили сделан именно под французскую технологию но он использовал вначале насколько я знаю оборудование французское да он и закупал оттуда и делал также в своей уже стране в грузии не единственное для выдержки он использовал все-таки местный дуб насколько я знаю вот к сожалению так мы не вспомнили что это за дуб он и не кавказские не лимузенской дубы а вот именно дубы выращены скажем так высокогорье грузии поэтому это тоже мне кажется дало отпечаток на вкус именно в лучшую сторону в данном случае отличающий его то есть от других коньяков скажем там франции или по армении перейдем к представителю номер два тоже достаточно известный в мире так сказать у нас стране грузинский коньяк асканель с красивым названием и красивым названием асканели этот бренд довольно молодой но тем не менее у него тоже есть какая-то своя история то есть если обращаться к истории то корни уходят скажи так очень глубоко надо тоже один из первых так сказать производитель коньяка и виноделов в грузии был человек по фамилии чхоидзе который тоже один из первых грузии начал производить коньяки его потомки далекие братья асканели открыли завод асканели бразерс точнее не завода компанию и начали в девяносто восьмом году возродили по его рецептам коньяки возродили производства коньяков вообще чем отличается традиции грузинские и так скажем французские которые в совершили дело в том что в грузии испокон веков когда делали вино хранили их не в бочках в глиняных так скажем амфорах глиняные посуде которая была закопана в землю ты соответственно когда перешли с этой глины на бочке так как больше все-таки дает другой маленький вкус и и также стали закапывать в землю то есть уже непосредственно вот коньяк асканели насколько мне известно выдерживается именно по технологии закопанной бочки как он в землю дышит получается то есть через бочку ну доля ангела я так понимаю выходит через крышку я думаю она не совсем закупана технологические вот эти процессы мне не известно но тем не менее вот так вот позиционируется то есть это сюда ну и соответственно третьей популярности коньяк из грузии это старый кахетти который кахетинская традиционные виноделия называется бренд да и это тоже один из так скажем потомков вот этого чхаидзе открыл в 2001 году вот эту свою компанию это же производит по классической технологии то есть вот запуск в закопанную выдержка в закопанных бочках уже то есть если саржишвили это все-таки более что то такое приближено к французам то вот эти два бренда больше приближена именно к классической грузинской технологии по бутылочкам да есть вот так вот взять саржишвили она дачу такое сразу видно и по своему вот этому то есть богатая такое на вид да и именно так как еще глянец это вот именно не знаю что такое гламурно французская тема да 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 какая бутылочка сглаженная бутылочка как шампанское или какое-то свое имя для того чтобы удобно было наливать да именно сделано в по такой уже посмотрим очень даже вот такая бросающаяся в глаза опять-таки этикетка отдающая золотом богатство дороговизна но она в принципе так вы он и позиционируется как коньяк премиум то есть ну самой грузии скажем так такая да богатая бутылочка пробка что не может не радует да ну и цена у него в принципе колеблется примерно от 600 и выше и очень кстати вот что меня поразило вроде как бы самый такой популярный грузинский коньяк ну я охотился за ним очень долго именно за трехлетней версии пятилятка в принципе она встречается довольно часто трехлетка да я вообще до этого обзора думал что их самые там эти популярные то допустим старый кахетик у него сокровища тифлиса там какие-нибудь такие но оказалось которые более на слуху казалось бы да вот асканнелли тоже бутылочка вполне такая аутентичный мне вот она из них всех суперская просто всех нравится то есть застаренная такая этикетка просто огонь сама вот эта бутылка похоже на атмосфера вот именно старый когор какой-то циркуловый да и знаешь да как будто это вот именно только что из погреба какого-то достали и тебе вот так на стол поставили старинную бутылку да все такое монастырская здесь даже присутствует очень стильно она сделана очень сильно исполнена вот и бутылка сама не особо притягиваем как ну вот если честно вот она бы если если бы это в винном ряду стояла она в глаза не бросилась вот именно в коньячном ну да она бросается в глаза и цена на этот напиток самая дорогая вышла у нас он нам вышел за не собрать ну чё-то 750 рублей что такое среди цену назвать не могу потому что в принципе тоже пробка робко тоже не может не радовать среднего цену сказать не могу ну пляшите от этого что-то в районе 700 район 50 рублей старый кахетти наверное самый такой часто встречающийся потому что от его хоть и третьего популярности как показывают так сказать все списки популярности но тем не менее вот его в магазине я видел чаще всех этих но мелькает часто бутылочка есть честно не очень взрачная скажем так ну однако не сказать что она и не выделяющийся как бы в принципе форма интересная этикетка такая ну довольно неплохо выполнены тоже имеет выемку опять-ки на дне для удобства наливания ну и цена самая дешевая из этих трех представителей 500 с лишним по моему да ну мы взяли что-то порядка пятьсот пятьдесят где-то ну да и в этих районах все время примерно держится трех леточка тоже пробка тоже пробка да никого пластика вот это вот радует конечно всех трех представителей исключительно пробка ну что ж в принципе какую-то историю какой-то background этих напитков мы вам дали осталось переходить уже непосредственно к делу и проводить наше самое честное слепое тестирование еще раз хочется еще одну ремарочку внести что мы абсолютно не профессионалы абсолютно не сомелье обычные парни как и 99 процентов обычных людей ну с половиной где-то там да ну и поэтому не претендуем на лавры каких-то особых там сомелье и будем говорить как есть как этот напиток показывает себя для обычного человек любители распития приятных благородных напитков вот так бы я назвал бы нас но опять-таки подчеркнул самое честное слепое тестирование что же поехали итак господа напитки налиты и хотелось бы сразу обозначить критерии как обычно четыре критерия основных цвет маслянистость аромат и вкус и хотел ремарочку одну нести давно уже как-то в одном из наших обзоров я сказал что виски выдержку мерят по самому молодому спирту а коньяк по самому старому нет это там произошла ошибка наложились различные технологии там солеры еще туда-сюда но в общем коньяк тоже мериться по самому молодому спирту то есть самый молодой здесь трехлетний то есть не самый старый вот так же как и у виски критерии абсолютно те же самые всегда такие напитки как коньяк и виски меряются по самому молодому спирту еще раз для себя уточню я просто как бы сам не в курсе происходящего был то есть если говорят нам выдержка три года то есть в данном напитки присутствуют дистилляты которые выдержаны все не менее трех лет да у кого-то больше но меньше трех однозначно хорошо мы это усвоим ну и что же перейдем непосредственно к первому критерию цвет давай давай ну что хочется сказать по цвету в принципе они все ровно практически идентичны единственное представитель номер три мне кажется он слегка зеленит какой-то такой но более землистый цвет нет все таки но мне кажется маленько так все таки ложится именно свет на него может быть ну как будто оттеночек ну я бы сказал что они очень схожи очень вот так бы я бы сказал ну да в принципе очень ну вот не могу выделить какого-то шелт темнее там какой-то мне более нравится не нравится в принципе очень аппетитный цвет и опять-таки все они подкрашены сахарным колером как известно поэтому не будем придавать особое значение именно этому моменту как всегда мы перейдем к критерию номер два маслянистость давай заворачивать так представитель номер один маслянистость чё-то господа очень удручающая картина и сейчас даже еще раз сделаю вот это и не сам тут вообще очень вода да нет он водой прям стекает бежит ручьем да да ты абсолютно прав нету никакой плотности такой вот нисколько сразу стекает водой вообще вот вода льется я не знаю это самый первый на такой напиток который вот именно стекает вот такой водой самое интересное даже когда мы обозревали какие-то самые дешевые там представители там пусть даже даже сомнительного коньяка не коньяка но они это обладали плотным довольно таки таким вот состав на который оставлял хоть какие-то но следы а здесь абсолютно ну просто все стекло аккуратненько все и ничего не как будто вино это какой-то да 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 абсолютно схожи вино это оставляет следы мы перейдем непосредственно к представителю номер два посмотрим как здесь обстоит картина ну здесь гораздо лучше чем в первом представитель гораздо лучше конечно там совсем ничего а здесь хоть что-то но не скажу что не нож ножки держатся долго достаточно стекают быстро но в принципе ну оставляют по себе и наставляя да но рассекаем это вот это вот вот ну может быть это действительно трехлетка так в принципе плюс минус должна быть вот именно как вот чтобы здесь возможно тоже не особо такого плотно маслянистый напиток представитель номер три маслянистость тут уже да да вот здесь это уже что-то похожее на более плотный напиток вот они копилюшечки у нас формируются потихонечку стекают по стеночкам оставляя за собой маслянистые разводы так называемые ножки неплохо неплохо да в целом вот это наверно самый маслянистый вариант вот это уже мы очень схожи на так вот более зрелый напиток такие вот дела с маслянистостью господа вот если честно первый просто поразил первый раз вообще на моем опыте вот так вот стекает 40 градусный выдержанный напиток расставим так сказать приоритеты что нам больше понравилось но меньше но ты вам по мне так представитель номер три самый маслянистый то есть тут он были очевидно его ножки выглядят очень благородно представитель номер два туда-сюда как бы может чем-то похвастаться да ну в принципе ничем особо да ну уже как что-то в себе так сказать несет ну представитель номер один ну ну никак вообще вообще никак это ну я говорю это поразительно вот я удивлен что такое может быть есть такое дело ну ладно это же всего лишь маслянистость то есть давай пока не будем на этом особо акцентироваться и да это очень маслянистость да она в принципе никогда не выводила напиток в топ потому что бывало и такое что особо не маслянистые напитки выигрывают и по аромату и по вкусу перейдем к критерию номер три аромат прошу вас представитель номер один аромат что может сказать ну что могу сказать я ощущаю здесь больше именно деревянную какую-то вот тему то есть деревяшечка такая спиртозность очень слабая то есть она абсолютно не бросается умеренная я в принципе сказал бы что вообще слабо чувствую ну слегонца какой-то вот ванили наверное что такое но не скажу что особо что-то выделяется кроме вот этого деревяшечки фруктов каких-то особых я тоже не особо-то чувствую если честно делать что я могу сказать про это аромат очень 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 далеко легкий какой-то лак может быть какими-то там намеками которые даже распознать не могу прям надо внюхиваться чтобы не он деревян деревянскую чувствуешь ты я чувствую вот это вот именно что я чувствую очень далеко это такая лаковая деревяшечка очень такой как сказать скудный далекий аромат и ну я с тобой согласен в том плане что это не ярко выраженный аромат абсолютно то есть это такой слабенький аромат плюс но вот даже в этой слабенький в принципе на мой взгляд дерево чувствуется довольно таки четко единственное что четко чувствуется но далеко ванильность тоже определенно есть вот это вот ванильность она мне вот кажется как будто это возможно это вальни ванильности дерева но по мне они объединяются в одной и получается что-то лаковое такой легкий легкий лак ну очень этот слабенько в плане аромат как как и мысленность так и аромат поражает ну представитель номер два аромат ну у представитель номер два аромат чуток более выражен нежели чем у первого но при этом опять-таки ничто не выпирает то есть это легкий аромат ну и без особого какого-то вот намека на что-то определенное то есть опять легкая деревяшечка очень я бы сказал даже схож с первым наверно поэтому сложно выделить кроме этого что-то остальное опять легкая возможно какая-то вот сладковатая цветочная тема слегонца ну не более того схож с первыми с тобой согласен но он более яркий более бьющий так сказать да более более и знаешь мне вот ассоциация когда нюхаешь барбариска прям в барбариска да вот конфета барбарис вот отвечаю прям вот блин натуре прям барбариска вот я тебе говорю вот знаешь есть какая-то легкая легкая прям вдали зернистое что такое зерновое но вот именно чего четко вот прям барбариска вот прям барбариска отвечаю ну вот серьезно а ты знаешь я даже такую ассоциацию этот не применил а мне прям резко сказал и прямо как как в детстве я впал раз конфета барбарис да 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 вот блин вообще реально очень очень похоже интересно интересно представитель номер три аромат ну здесь вот именно больше такая вот лакированная тема на взгляд вот именно уже более дерево если там было слабое такое очень то здесь она очень ярко выраженное дерево ну при этом не жестко дерево слегка такое лакированное такая узнаешь лакированная сладость я даже сказал присутствует опять-таки сложно выделить какие-то фруктовые моменты там ну да тут видишь такое что-то более так скажем лаковое вот именно дубовое потом не скажу что прям лак лак но вот такой лакированный дуб скажем так да да он такой сладковатый прямо лак да плюс еще что-то такое мускат на виноградный виноградно мускатный что такое присутствует аромате да здесь какая-то то есть ты чувствуешь сладость терплость вот задубленность вот какие такие вещи да 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 вот он ну более многоградный аромата скажем чем у первых двух представителей да ну вот где-то там мускат это услышал попробую еще раз ну есть есть ну это знаешь ну фишка такая то что из за того что дуб해 который даетесь и он возможно чуть чуть схож с мусому самю мускат наверное до вот это очень близко наверно расположен друг с другом поэтому можно чуть-чуть даже попутаться наверное а сам в как это такая коричную темуmm網да да 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 вот что такое что то есть как корица даже легкая да есть 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 но опять-таки она довольно таки такая гладкая, не выпирающая и аромат очень легкий. То есть он не насыщенный. Не сказать, что прямо очень насыщенный. Он насыщенный, но не очень. Вот так вот. Ну, мне кажется, из этих всех трех этот самый, так скажем, задубленный. Согласен. Согласен. Терпкий. Абсолютно с тобой согласен. Давай расставим приоритеты. Что для тебя лучше, что для тебя хуже в данном случае. Как и было у нас с мысленистостью. Я думаю, рейтинг мой будет такой же, что третий является во-первых, более интересным как бы в плане именно какого-то букета ароматов. И при этом его сам аромат он более приятен, более именно вот такой вот коньячный, что ли. У второго, да, была интересная фишечка, вот эта барбарифа, она прямо, знаешь, очень меня заинтересовала. Но первый, к сожалению, какой-то безароматный, что ли, я даже так сказал бы. Там вот очень где-то далеко, и ну по сравнению вот с дубом, который в третьем, там маленький такой дубочек, вот знаешь, только прорастать начал. В принципе, я с тобой согласен. Единственное то, что, ну не то, что дубочек в первом, а именно дубочек окрашенный лаком, вот, а во втором, да, интересная барбариска вот эта, а третий самый такой, скажем, терпкий мужской коньяч, такой благородный, скажем, старым же такой вот. Да, да. Вот такой старый дед сидит, вот этот, в костюме троечки. У него вот... Со шляпой? Трость тут, шляпа, все, вот это что. С трубкой? Попивает такой вот именно коньячок. Да, да. Прикурил трубку, поднял шляпу, попил коньяк. Да, что-то такое вот. Почему-то, я не знаю, какие-то вот такие, знаешь, взрослые, как взрослый. То есть уже... Ну да, чувствуется, чувствуется, согласен с тобой. К четвертому критерию перейдем, к самому долгожданному и самому интересному, это... Представитель номер один. Ну что ж, прошу вас. Ну, начнем с того, что напиток на вкус весьма спиртозен, на мой взгляд. Потому что, ну, во-первых, да, когда держишь во рту, пощипывание такие неслабые, я бы сказал. Слушай, сейчас я еще кое-что уловил. Во-вторых, при сглатывании он проходит довольно-таки жестко. Изначально обжигающая крепость именно вот за счет алкоголя. После такая жестковатая, именно дубовая пошла, как бы во вкусовой составляющей. после этого сладость присутствует. Ну, сладость не ярко выраженных фруктов, что-то так сказать. Оно схоже с фруктовым, но не вот эта вот какая-то феерия фруктовая, а, знаешь, вот отдаленная, какая-то вот напоминающая фруктовую тему, какая-то вот фишечка. И, знаешь, вот сейчас, когда он поиграл, он когда уже свое дело как бы сделал, прогрел, прошел, уже после всего этого я почувствовал послевкусие. Послевкусие, знаешь, мне даже чем-то напомнило такую яблочную маленькую тему. Вот как-то вот яблочко как будто сыграло. Яблочко, знаешь, оно не сказать, что переспелое, но не сказать, что свежее. Что-то такое, вот, знаешь, ну, как сказать, хорошее яблоко наподобие этого. Возможно, даже груша чуть-чуть. У меня не было спиртозности сильной, когда держишь во рту. Возможно, очень легкие пощипания. Я специально долго держал на языке. В принципе, не особо брутально, но когда проходит через гортань, то вот тут уже чувствуется. есть спиртозность, плюс вот именно такая вот дубовая тема. Вот что интересно, в аромате именно лак ощущается, а вот во вкусе именно такой дуб уже старый. Какие-то, скажем так, виноградные, возможно, винные, вот как вот у сладкого вина. То есть оно, в принципе, я не люблю вино, и как бы сладкое вино для меня особо не сладкое, но есть у него что-то такое вот на отдалении. Вот тут тоже, вот вдали, вот какая-то вот легкая сладость этого винноматериала в присутствии. Вот, опять-таки, греет очень долго, то есть вот прям... Соглашусь. Очень долго вот именно вот этот согревающий эффект. То есть вот у некоторых напитков выпишь, раз, оно прогрело, и все. А это прям долго держится. Ну и, в принципе, все. А яблочко не слоем? Вот пытался, даже когда ты говорил, нет, яблочко не слоем. А я вот прям его как-то, знаешь, вот поймал в конце. Вот именно вот уже вроде бы казалось все, а тут опа, оказывается, еще вот он. Ну ты ньютон. Бонусом вот так, да-да, яблоко по лбу. Опа! Перейдем к представителю номер два. Вкус. Весьма интересный вкус, на мой взгляд. Мне этот вкус очень даже понравился. И знаешь, этот вкус, это вкус коньяка не российского, не армянского. это вот именно какой-то специфический вкус, который отличается от других, вот на мой взгляд. Он, в общем, изначально имеет вкус, опять-таки, легкого, ну, какой-то вот очень мягкого дерева. Ну, это абсолютно не то дерево, которое было в первом, которое жестко ударило по моим рецепторам, скажем так, а именно очень гладко и мягко прошло. И при этом я ощущаю вкус фруктов определенных, но фруктов, знаешь, уже таких весьма спелых фруктов, то есть вот именно уже не очень сладких, но при этом они уже имеют вкус, знаешь, вот этого легкой гнильцы, что ли даже, как сказать, что-то такое вот именно мягенькое, вкусненькое. Переспелое. Да, переспелое такое вот именно в этом плане. И потом все это разлилось, опять-таки ушло в какую-то, знаешь, вот даже мне показалось, что-то такое цветочное потом сыграло вот на послевкусии. Вот какое-то, знаешь, цветочное, на мой взгляд. Опять-таки, держа во рту сильной спиртуозности на языке я не ощутил. На мой взгляд, даже гораздо меньше, чем у первого спиртуозность. Ну, возможно, ну, так, когда проглатываешь тоже на гортане особой спиртуозности тоже не было. Ну, сколько причем, на мой взгляд. есть, когда проглатываешь какая-то, опять-таки, такая ванильная, возможно, тема. Вот. Потом сразу у меня вот это ваниль, я так понимаю, это что-то связанное с деревом, с этим. Причем, дерево легкое, да. Ну, и ваниль, она не, вот именно, не кулинарная такая, вот как ее назвать-то, ваниль, вот именно когда ваниль-ваниль. Ну, да, да. А вот согласен с тобой, Дерево полегче, опять-таки, это не старый дуб, это что-то более молодое. слегка, слегка лакированное, очень слегка, какой-то налет лаковости. Потом для меня все ушло именно вот эту конфетную тему. Ну, вот я чуть-чуть барбариски во вкусе тоже почувствовал. Я, вот ты говорил о цветах и фруктах, а у меня вот именно конфетные темы. Слушай, а может, это барбарис, это как раз я, наверное, с цветами и ассоциирую, наверное, точно, точно, вот, наверное, это где-то так и есть, на мой взгляд. Конфеты причем, знаешь, как вот в детстве, когда ешь конфету в детстве, сначала она одного вкуса, а потом чуть-чуть она меняет на них. И вот тут тоже он слегка играет. Вот, но, опять-таки, нету такого долгого прогрева, как у первого представителя. Прогрев проходит, ну, гораздо быстрее. Плюс, какую-то маленькую щепотку я, опять-таки, в этой зерновой составляющей уловил. Ну, есть, наверное, есть она, да, присутствует, но она, ее сложно выделить, понимаешь? Ну, я не люблю, когда в коньяках есть вот такое зерновое. Ну, вот, а я их, знаешь, здесь практически не ощущаю, не знаю, вот, не чувствую. Я вот с тобой могу согласиться, что где-то может щепоточку, ты можешь найти, но она явно не является нисколько не основной. Ну, если бы этой щепоточки не было, мне больше понравилось. Может, ну, это же трехлетка, надо полагать, она как бы имеет определенную какую-то легкую-легкую сивушность, она в любом случае, на мой взгляд, должна иметь. Представитель номер три, вкус. Хорош. Хорош, на мой взгляд. Ну, начнем, как у нас традиционно, со слова спиртуозность. Вот, оно у нас преобладает в количестве, наверное, если почитать, сколько мы слов произносим и сколько раз мы говорим это слово. так вот, она здесь, опять-таки, на уровне очень низком, то есть, абсолютно, я бы сказал, что не обжигает, даже когда держишь во рту, она, ну, щипет, так, массажирует, я бы сказал бы, твой язык, вот, а при сглатывании я ее абсолютно не ощущаю. Если брать деревяшечку, она такая сглаженная, она вот именно, знаешь, нисколько не выпирает и не жестко позиционирует себя, как-то вот, преподносит, а именно очень как-то вот мягенько так вот прошлась, погладила твои вот вкусовые рецепторы и очень приятно, кстати, это сделала. Если идти дальше, то здесь какие-то, вот, фрукты сыграли. Я бы даже чуть-чуть придал бы, наверное, что-то цитрусовое, легкое такое, ну, есть как будто маленькая, какая-то свежесть даже присутствует в этом коньяке. Вот, ну, ощущается виноградная, опять-таки, составляющая, то есть вот виноград я здесь уже чувствую действительно, как бы он есть. И дальше оно ушло в приятную такую сладость, опять-таки, больше фруктовую, наверное, она как на послевкусе продолжает как-то вот себя позиционировать и играть, вот, ну, не пропадает вот так вот в одночасье, именно вот где-то там остается. Ну, на мой взгляд, очень приятно, мне вот зашло. Да, действительно, это из этих трех самый такой легкий, скажем так, самый такой вот молодой и игристый, так его называем, по вкусу, хотя в аромате он самый терпкий, а вот по вкусу именно такое, что-то легкое, вот именно спиртозность, опять-таки, практически никакой не ощутил, что при сглатывании, что во время того, как держишь на языке, абсолютно нету и долгое очень после вкуса, то есть согревания вот этого долгого нет, но вот именно после вкуса, даже до сих пор я сижу и вот во рту есть какие-то легкие тона вот этих вот виноградных именно тем, вот, и именно что-то такое, да, виноградное, что-то такое, дерева очень мало в этом вкусе, тем не менее, оно присутствует, оно не выбивается, то есть оно сбалансировано, так его назовем. Вот это очень правильно. То есть если в первом, допустим, оно сильно упирало, во втором там оно как-то, то в этом вот оно сбалансировано, то есть на контрасте с другими своими вкусовыми ощущениями, вот оно как на, то есть легкое дерево, потом вот это сладость, виноград, что-то такое, таких каких-то ванильных вещей уже нету, абсолютно, коричневых каких-то вот этих, абсолютно, уже все такое более, ну, фрукты, здесь прекрасные фрукты, на мой взгляд, а конкретнее виноград. Он такой, да, он более легкий, более сладенький, свежий, на мой взгляд, часто, к сожалению, наши ставки проваливались, а иногда, ну, может, к счастью, да, это как рассмотреть, опять-таки, но, когда ты делаешь, вот, для меня коньяк, когда говорят, грузинский коньяк, ну, ты хочешь, чтобы этот коньяк был хорош, хочешь, вот реально, потому что, ну, для меня это больше, чем просто коньяк, это грузинский коньяк, ну, пока что, я могу сказать, что я, в принципе, удовлетворен тем, что у нас сегодня имеется на столе, в целом. Ну, я тоже могу сказать, что удовлетворен, я не могу сказать, что я с потолки-то варю, варю, варю. В принципе, да, удовлетворен, согласен. Ну, знаешь, я вот по рейтингам, как вот мы шли, так мы и пришли, по мне, вот так вот. Я так же расставил бы рейтинг, как и до этого. Ну, вот смотри, третий представитель, он самый, во-первых, интересный, он самый такой вот именно коньячный, что ли, вот именно по мне так, потому что здесь действительно ощущается, ну, да, здесь, конечно, может, чуть-чуть не хватило деревяшечки, на мой взгляд, вот именно хотелось бы ее побольше и более такую вот выраженную, наверное, деревяшечку. Здесь она такая очень сильно сглаженная, наверное, что, наверное, придает данному напитку излишнюю вот эту вот, ну, мягкость, что ли, как сказать. Но при этом то, что потом виноградная тема раскрывает его, скажем так, как коньяк сам, да, и при этом она не исчезает, а продолжает играть еще длительное время, приятно, как бы, ну, как бы тебя догревают, скажем так, доводя там до определенного состояния. Это мне больше всего понравилось. у второго представителя мне понравилась именно фишка, то, что данный представитель, он тоже более многогранный, чем первый, но здесь уже дерево более как бы себя проявило, и мы его почувствовали, но здесь не хватило, знаешь, вот именно какой-то вот, именно фруктовую такой составляющую, что ли. Она ушла где-то более на послевкусие, а во вкусе ее, наверное, не хватило, на мой взгляд. При этом, как бы, хотелось бы, чтобы она была, скажем так. У первого, ну, это, знаешь, это более такой брутальный, суровый получился вкус, как бы, микс такой вот именно спиртуозности, плюс дерево, и плюс какие-то вот уже прины, что ли, даже на послевкусие моменты. Но при этом, как бы, знаешь, в плюс к нему, как ты и сказал, это вот приятный, долгий прогрев, который вот, ну, однозначно коньяку дает, ну, плюс, однозначный, то есть, как бы, ты из-за этого тоже сидишь и смакуешь, то, что из тебя греет, вот это вот приятно держит еще, поэтому тоже. И теперь вот, когда я рейтинги расставлял, знаешь, вот если где-то мы их разносили вот так, да, то есть претендентов, здесь бы я так бы не делал. Они все по-своему отличаются друг от друга, но я считаю, что каждый, наверное, все-таки находится непосредственно вблизи друг от друга. Ну, и все-таки. Ну, представитель номер три у нас, получается, для меня лично является первым в списке топа, скажем так. Второй представитель так и является вторым, а первый, он является третьим. Да, действительно, каждый из этих напитков чем-то мне понравился по вкусу. То есть, если первый именно понравился своим прогревом, второй понравился какой-то своей вот вот этой вот конфетной фишечкой, а первый понравился своей вот этой сбалансированностью и, так скажем, именно... Такой удачный купаж, я бы его назвал. да, да. Ну, к сожалению, чуть-чуть вот деревяшки только вот. Да, вот я бы тоже деревяшки чуть-чуть бы, но добавил. Но, тем не менее, если брать по совокупности ароматов, маслянистости, вкусов, то первый всяко проигрывает. Вот, у него кроме прогрева ничего я не могу найти. во всех его отношениях. Второй, да, интересен, как сказать, но просто интересен. И первый для меня, наверное, самый, с Blaster'ом самый лучший. То есть... Третий. Да, третий. И поэтому, да, я точно так же, как ты, расставляю их. То есть, да, они, в принципе, ну, первые, второй и третий, они близко. Первый все-таки я бы маленько отвел бы, потому что, ну, кроме прогрева все-таки, ничего там нет. Ну, знаешь, вот эта вот фишка с выпирающей дубовой темой, она тоже иногда бывает интересная, так скажу. Дело не в выпирающей, вот именно это, в принципе, только в нем интересно, но все остальное... только именно это. Нет, он не тянет до этих двух абсортов. Согласен, но вот я бы все-таки его не разносил бы туда далеко. Ну, ладно, это индивидуально... Да, конечно, конечно. Это личное, что у меня с ним. Это между нами только, Понятно. Так, давай устроим нашу викторину. Ну, тут опять-таки, вот, до этого никогда не доводилось мне употреблять данных представителей, да и, честно говоря, вообще не вспомню, когда я кал грузинский коньяк. Ну, может быть, скорее всего, за всю мою многолетнюю историю, еще бороду так почесать надо, не было у меня такого. Я отталкиваюсь, опять-таки, от своего какого-то предвзятого мнения до, ну, представитель номер три, Асканели, представитель номер два, Сараджишвили, представитель номер один, Старка Хитер. Вот так, Да. Ну, если честно, вот, лично для себя, до того, как мы все это дело попробовали, мне хотелось, чтобы Асканели, как сказать, был самым лучшим из них, потому что, ну, просто, мне нравится. Называние и бутылка. Да, он какой-то такой аутентичный, красивый, интересный. Бутылка сделала свое... Вызывает, да, какое-то доверие к себе. Ну, тем не менее, так как все-таки долгая история и самый, так скажем, такой бренд в Грузии, это именно Сараджишвили, то я скажу, что Сараджишвили это представитель номер три. Ну, представитель номер два, называем Асканели, а представитель номер один, старый Кахетти, так как, ну, все-таки, он самый дешевый из них, и все-таки, на таком предвзятом мнении, я думаю, что все-таки он самый не многогранный, не многослойный, ну, простой. Да. Ну, что ж, господа, теперь огласим результат и узнаем, кто же был кем. Итак, господа, как вы видите, мой коллега был прав, он назвал всех трех представителей так, как они и есть. Можно сделать так? Асканели, Асканели, Асканели. Я ошибся, тем самым, я все-таки рад, что Асканели, так сказать, победил сегодня в нашем топе, потому что, ну, мне хотелось этого. Тем не менее, все-таки, вот, если так рассуждать, то именно Асканели почему-то мне более показался таким мягким, как говорят о французах, хотя французов до этого я не пробовал, вообще, ну, покажешься. Ну, астерами. Ну, астерами, это бренди, они, конечно. Ну, ладно, все равно французы. Ну, да, ну, согласен, но все-таки, вот так вот сегодня распределись, и поэтому финал у нас проходит Асканели. Ура! Вот прям поздравим. Я реально рад, что он ушел у нас в финал. Поздравим компанию Асканели Бразерс и посмотрим, как они проявят себя в финале. Тем не менее, что хочется сказать. Представитель номер два тоже вполне вот именно интересен, ну, у него есть вот фишечки, если вы хотите, он, ну, попробовать его, ну, возможно, он достоин того, вот именно трехлеточка. Слушай, а давай скажем так. Ребята, ну, наверняка заинтересуются люди, да, и тоже захотят, ну, приобрести данные потом, как бы, напитки. А вы попробуйте как-нибудь сравнить сами вслепую, это же так интересно, то есть, не предвзято, и попробуйте, ну, потом поделиться, что получается в итоге. Может быть, кто-то поина иначе вообще почувствует. Опишите потом свое сравнение. связь еще поступит. Да, совершенно точно. Ну, как бы, что интересно, они распределились так как по местам, так и по цене. Ну, да, получается, на качество. Старые Кахетти самый дешевый, срешили второй по стоимости, и Эсконнелли самый дорогой из них. Ну, стоимость не разнится в разы. Это надо тоже почернуть. Ну, разлет примерно 200 рублей от самого дорогого до самого дешевого. Так обстоят дела именно с грузинскими коньяками. В Грузии. А с Каннелли вы увидите в финале. Ну, а что хочется сказать, что вы написали комментарий, поделились своими, так скажем, размышлениями по поводу грузинских коньяков, поставили лайк, ударили в колокол. Ну, или даже хрен с ним, дизлайк. Ну, да. Как кому нравится. Мы же, ребята, за честность вообще. Как сказал один великий человек, силу-то на правде. Мы добиваемся от вас правды. Также подпишитесь на инстаграм. Там тоже много интересного, много анонсов. Там можно обсудить опять-таки различные варианты. Кому интересно, пишите в директ. Там можно написать в директ какие-то свои пожелания. связь всегда есть. Кому нужно связаться, пишите. Мы в комментариях найдем способ, как списаться. То есть пишите в любую нашу соцсеть, мы найдем способ, как связаться, если что-то вас интересует. Слушай, а может, друзьям подсоветуйте? Вот присоедините в компании с друзьями. Блин, мужики, такой канал под интерес посмотрел. Ну, сидят там, значит, два мужика что-то обсуждает, бухает. Даже иногда анекдоты подшутивают. Так что, попробуй там что-нибудь посмотри, братан. Ну, мы будем рады. Помогите, расширяйте наши... Мы будем рады, если вы поспособствуете развитию нашего канала. Огромный просто респект будет и благодарность. Это добавит для вас контента, для нас мотивации. Ну, и что хочется сказать, господа, не бухайте, занимайтесь спортом. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok